Я буду рассказывать о возможных контактах мансийского и селькубского языка. Это два уральских языка. Мансийский относится к обско-угорским, а селькубский к землогическим языкам, но на современной лингвистической карте Запада Сибири эти языки не граничат. Вот мансийский, вот селькубский. То есть между ними помещается, говоря, хорбейский язык. И никогда, собственно, очевидно, эти два идиома между собой не связывались. Тем не менее, если мы посмотрим, ну я начну с лексики, если мы посмотрим на лексику, то есть некоторые, скажем так, как сепаратные лексические и заглосты, то есть такие слова, которые мы находим в мансийском и в селькубском, но не находим в других селькубских языках и не находим в хантыйском. То есть это сепаратные связи мансийского и селькубского языков, лексические. Да, вот еще если мы посмотрим на эту карту, собственно говоря, в исторический период, что нам известно, вот самые ранние, это 17 век, все равно эти языки не граничили. Значит, теперь перейдем к возможным изогнозам. Прежде всего, это слово, обозначающее человека, это мансийское, общемансийское слово, это хум мансийское, и ему соответствует селькубское кум, возможно. Это сопоставление было предложено уже Прокофьевым, Коффьевым, который первый писал о возможности каких-то, скорее, возможно, этнографических связей между селькубами и мансией, но из предложенных им лексических соответствий, пожалуй, можно отобрать только это. Следующее сопоставление – это селькубское слово для топора, кичи, значит, селькубские слова цитируют, он застворил Аллатала, это означает, что оно представлено во всех диалектах селькубских, и этимологически тождественное слово, как указано в уральском антиологическом словаре Реде, представлено в мансии, в тагдинском диалекте, вот так оно выглядит, и его соответствие есть еще в венгерском. Далее, значит, как мы видим, здесь это уже несколько более локальные средства, то есть это общеселькубское слово, но в мансийском это тагдинский южный диалект, возможно, что на особую связь с тагдинским указывает также селькубское числительное для единицы, которое отлично от общесамодийского, выглядит оно так, и здесь можно сравнить с тагдинской формой для числительного 1, которая часто употребляется в составном виде, вот как ур, значит, 1, то есть первая часть, она является общимансийской, но вот такое составное употребление, оно есть только в тагдинском, и кажется, оно могло бы объяснить возникновение вот этого селькубского числительного, которое у нас в ладийской почве не объясняется удовлетворительно. Ещё один интересный случай – это слово из разряда культурной лексики, слово для соли, слово важное, оно представлено в селькубском виде щак, тоже во всех диалектах, но исходное это слово из иранских языков, но понятно, что оно зависит, но было, конечно, не напрямую из иранских. И то же самое слово для соли представлено в мансийском, во всех мансийских диалектах, и оно же имеет параллель в венгерском со, и шо, прошу прощения, и Ярма Аллатала указала мне на то, что аналогичное слово для соли, в принципе, представлено и в венесейских языках, только в северных, в югском, и в кентском, вот кентская форма, вот югская, и селькубская форма, в принципе, предполагает, что заимствование могло бы идти из енисейских языков, потому что в селькубском мы видим неизмологический щ, но, однако, это нетипичное направление направление заимствования культурной лексики из енисейских в селькубских, но, с другой стороны, вполне удовлетворительно, как кажется, можно объяснить это связями с мансийским языком. То есть я не имею в виду, что, когда я говорю о связях лексических между мансийским и селькубским, я не обязательно имею в виду, что это были заимствования из мансийского селькубский, или наоборот, в любом случае это сепаратные лексические заглосы, возможно, это сохранение какого-то общего наследия, но, тем не менее, это такие лексические параллели, которые связывают только эти два языка. Возможно, еще можно прибавить селькубское слово пар в значении раз, ну, сколько раз что-то произошло, и вот мансийское слово пор похоже на него, селькубское слово, использующееся, селькубская частица посы, использующаяся для образования превосходной степени прилагательных, ее можно сопоставить, опять же, с енисейским, имбадским хаса, но, возможно, также и с мансийским. Потом есть селькубское слово северное, правда, только, ну, по крайней мере, зафиксировано только для северного диалекта, колык или колын, значит, редко, и, возможно, оно соответствует мансийскому хамнищу, и тогда можно считать, что это здесь мы имеем дело с заимствованием из мансийского, потому что мансийским это слово морфологически производно от слова промежуток. Возможно, селькубское слово почти связано с мансийским словом, с значением, может быть, возможно. И вот еще несколько слов. Вот обозначение ландшафта, болота, селькубское ниаре, ярма-алатала сопоставляет с линкийском ниару, но, возможно, также и сопоставление с мансийским словом ниар для болота. Есть селькубское слово сырки для растения, растения, цветок, трава такого рода. И, возможно, вот мы видим аналогичное мансийское слово, которое тоже не представлено в хантыйском. И, наконец, слово кедр. Вот здесь, может быть, у нас уже направление связи в другую сторону, потому что селькубское слово для кедра, это, вообще говоря, общесамадийское слово. Но в мансийском есть особое название для кедра, и, опять же, это южные диалекты, понда и тавда, и, возможно, оно связано с самадийским словом. Ну и под вопросом сопоставления еще название для олененка, это кедский диалект селькубского у Сарчи и мансийское, возможно, у Васи. Сюда же имеет отношение. Помимо этого, возможно, два селькубских этнонима имеют мансийское происхождение. Тут надо немного обратиться к селькубской идеалектологии. Вот селькуб, часть селькубов, северная группа живет на реке Таз, а другая компактная группа – это на Аби, это тымский диалект, это парабельский, это иванкинский, это абской, это икетский диалект селькубского. И селькубские этнонимы довольно разнообразны. В северной зоне используется этноним «Щолькум», здесь этноним «Чумалькум» в центральной диалектной зоне, а в южной диалектной группе тоже используется несколько этнонимов «Щолькум» и «Чувайкум». Традиционно первый из этих этнонимов «Щолькум» связывается со словом «Щот», «Лес», этноним «Чумалькум» связывается со словом «Земля», «Чувайкум» рассматривается как вариант этого этнонима, ну и, наконец, «Щолькум» не имеет такой, так сказать, нетрадиционной этимологии, но на самом деле, как показал еще Евгений Арнольевич Килимский, «Щолькум» сопоставляет со словом «Лес» неверно, это, скорее всего, народная этимология, причем сейчас уже непонятно, она настолько часто повторяется в популярной и научно-популярной литературе, что, возможно, она как бы была перезаимствована уже сообществом из вот этой научно-популярной литературы. И, на самом деле, формальные причины не позволяют это сделать, потому что «Щолькум» — это, очевидно, форма с адъективным суффиксом, но от слова «Лес» — это форма «Влава-Щёкель», а не «Шюль», потому что, то есть, вы видите, что здесь нет, во-первых, эсмичного «Д», во-вторых, различается благота «Вастова». Ну, точно так же «Чумалькум» на самом деле нельзя связать со словом «Земля», с этим «Чум», потому что нету такого морфологического средства, чтобы произвести производную «Чумаль» со значением «Земляной», и нельзя связать со словом «Вина», потому что здесь разница в вокализме. Ну, и, в общем, оказывается, что у нас нету хороших этимологий ни для одного из этнонимов, и нас будет интересовать, прежде всего, вот этот вот последний «Щёскум», и, возможно же, от него производен и вот первый этноним «Щёлькум» в качестве контракции. Значит, ну, традиционных этимологий, действительно, для этих слов нету, есть этимологии уже, так сказать, только научные, Ярма Аллатала и Евгений Хилинский предложили две этимологии. Ярма Аллатала связывает первое слово со словом «Щё», «Хозяин», то есть «Щёлькум» — это человек, над которым есть, так сказать, начальник хозяина и так далее, а для «Щёшкум» он этимологии не предлагает. Евгений Арнольевский считает, что эти слова связаны между собой, поскольку этноним «Щёсу» был фиксирован и у Северпосекупов, Миллером, и Миллер отметил, что последний согласный, но, вероятно, имел в виду этот согласный, так проходит морфемная граница, что последний согласный произносится почти неслышимо, так что он считал, что форма «Щёлькум» это возникает за счёт стяжения вот этой формы, «Щёсукум», и он предложил две этимологии в зависимости от того, является ли второй Северпосекупов, вариант «платализованным» или «платальным» или «нет», то есть «С» или «Щ» там представлено. Если первичным является вариант «С», то Евгений Арнольевич принимает, в общем, вариант «ярмо», «алла», «тала» и считает, что это связано со словом «хозяин», а это суффикс так называемого коллектива реципрока, то есть он обычно бывает для обозначения какой-то группы людей, то есть, например, «братья», вот «пэбэ брат», «пэбэсо братья», и это общесамодийский суффикс «с» и есть его проложение во всех языках, вот в селькубском он бывает в форме двойственного числа, то есть сам суффикс требует показателя двойственного числа или показателя множественного числа, и тем самым «щоскум» в этой интерпретации Евгения Арнольевича означает один из подчиненных или родственников правителя или хозяина. Если же первичным является вариант «щ», вот здесь, то он связывает это с нганасанским словом «кинши», в нижнее течение реки. Так, например, называется, известно, что такие основы часто используются в этнонимике, в частности, так называются водейские нганасаны, потому что они живут в нижнем течении хатанги, но обе эти этимологии, как кажется, все-таки не выдерживают, ну, в смысле, они уязвимы, их можно критиковать, потому что, во-первых, ну, как кажется, все-таки слово «хозяин» не очень употребимо в селькубском именно назначении правителя, для этого есть, например, вот слово «ком», хорошо известное, оно общее для селькубского и камасинского, а вовсе не слово «чёр». Кроме того, этимология, предложенная Евгением Арнольевичем, неприемлема с точки зрения морфологической и синтаксической структуры, потому что суффикс, вот этот конъективно-реципракальный, он всегда требует числового показателя в селькубском языке, а в этом этнониме его нет. Что касается возможности сопоставить это с жителем нижнего течения реки, с Наганасанским, ну, во-первых, это действительно часто употребляйте в этнонимике, но всё-таки для какой-то части этноса, а не для этноса целиком, а этот этноним зафиксирован во всех частях, ну, в общем, известен всем селькубам. И кроме того, что важнее, вот это значение житель нижнего течения реки для слова «вщерщи» его нету в селькубском языке, а селькубские наречия и селькубские слова, которые обозначают, селькубские лексемы, которые обозначают ориентацию относительно реки, они очень старые, хорошие, общесамодейские слова, то есть вот слово для нижнего течения реки восходит к самодейскому, также самое слово для верхнего течения реки восходит к общесамодейскому, и как раз-таки нганасанские наречия, которые обозначают вот эту пространственную ориентацию, они являются изолятами, поэтому это сопоставление выглядит не слишком надёжно. И вот, наконец, мы подходим к возможности мансийской этимологии, значит, как мы видим, вот это селькубское слово, вот вначале у нас селькубские данные, это цитаты из словаря Аллатала, мы видим, что это представлено на самом деле во всех селькубских диалектах, это означает, где-то это ведь ноним, где-то это означает по записям донора «человек» как антоним нечистой силы в противопоставлении чёрту, то есть, так сказать, настоящий человек, обычный человек, и этому может соответствовать мансийское слово, которое представлено уже в разных диалектах, которое означает местный живущий, ну, как сказать, урождённый абориген, происходящий из данной местности. И вот мы посмотрим, что, собственно, в разных диалектах мансийских мы видим вот такие словосочетания, как здешний житель, человек данной местности, вот в Северном, вот в Пиленском, это примеры из словаря Монкач и Кальмана вот в Кондинском, то есть у нас вот это вот очень похоже на селькубское на селькубский этноним словосочетание мансийское, оно имена и обозначает человека, жителя, исконного жителя данной местности. Соответствующее слово есть, надо сказать, и в хантыйском, но, во-первых, это всё-таки те диалекты, которые как раз с селькубским тоже не соприкасаются, и, кроме того, в хантыйском мы видим, что там ч, у нас, а хантыйское ч, оно даёт и в селькубском, то есть, в селькубском тоже ч, а не с или ш. Так что, ну и кроме того, оба компонента селькубского этнонима, в гачном образом, в хантыйском имеют соответствие. Кроме того, есть ещё один этноним, более локальный, селькубский род с реки Парабель, спасибо, у Прокофьева зафиксировано, это Мачкул, и Прокофьев объясняет это как человек Земли, тоже самое повторяется в уральском этапологическом словаре в статье Земля, но Мачь это хорошее, морфологически необъяснимо, что значит, каким образом от слова Земля можно произвести в селькубском Мачь, но это хорошее формальное соответствие как раз таки мансийского этнонима Манси, то есть, вот это Мансийское оно нормально соответственно селькубском Муще, и то есть возможно, что как раз этот род и имел мансийское происхождение, но все-таки возвращаясь к географии, где же мог происходить контакт между нуля и теми эдросами, значит, тут надо немножко посмотреть на карту хантейских диалектов, значит, хантейские диалекты у нас вот здесь южные диалекты, вот здесь вот восточные диалекты, здесь группа северных, и если мы посмотрим, на самом деле, как эти диалекты по каким-то параметрам соотносятся с мансийским, например, мы посмотрим на падежные системы, то мы увидим, что вот у нас достаточно похожи по структуре между собой системы, поддержанные в мансийском, в сельхубском и в восточно-хантейской зоне, а вот южные и северные ханты как раз-таки не похожи. Кроме того, кстати, можно обратить внимание, что опять же, вот есть еще одна интересная особенность, что в сельхубском и в Таргинском и в мансийском единственных из этих языков есть, например, акузативки, других нет. Если мы посмотрим еще, например, на такую черту, как дифференцированное маркирование объекта с использованием разных падежных форм, то мы увидим, что это мансийский, сельхубский и восточно-хантыйский и опять же северный и южный хантыйский оказываются вне этой зоны. Если мы посмотрим на число позиций при дифференцированном маркировании объектов, то есть идиомы, где противопоставлены две формы, есть южно- давлинский и конзинский, так сказать, левобережные идиомы сельхубских, где противопоставлены три формы, то есть тоже опять же мы видим совпадение, но сейчас я уже, наверное, примеры тогда пропущу. Если мы посмотрим на системы терминов родства, как обозначается старший родственник, вот дед, отец супруга, отец жены, старший брат отца-матери, младший брат отца-матери и старший брат мужа или жены, то мы опять же увидим, что у нас есть вот разные системы, они покрашены здесь разным цветом, не буду долго комментировать, но мы увидим, что, например, принципиальное отличие Мансийского в том, что он не делает различия между детьями, старшими и младшими братьями отца и матери, и точно так же ведет себя атынский, селькубский, но совершенно по-другому ведут себя гетский, тазовский, тундровый, ненецкий, гетский язык, совершенно по-другому ведут себя хантыйские диалекты, то есть тут тын, опять же, оказывается напрямую связан с Мансийским, и такие параллели в системах терминов родства, как бы это не единственное, просто я привела единственный пример, то есть как бы оказывается, что у нас есть Мансийская зона с одной стороны, есть похожие на нее довольно-таки, вот, например, в случае падежей, падежного маркирования зоны, которая не только селькубская, но и восточно-хантыйская, и выпадает, как бы, вот северный и южный хантыйский диалект, то есть, возможно, как бы, хантыйский принялся сюда и разделил эти языки позже. Что же касается связей, которые соединяют Мансийский вот, собственно, с правобережными диалектами, селькубскими, то здесь можно процитировать недавние работы Натальи Тучковой, этнографа, которая считает, что этногимнез селькубов происходил таким образом, что к Аби вышли две группы разными путями, одна вышла с Кити, и это была основа, так сказать, южных селькубов, а вот другая, наоборот, пришла с Запада, с Чижатки, Чузикой и Кенги через Васюган и Парабели, они вышли на Обь, то есть, возможно, вот это, как раз, сказать, левобережная Абская группа имела более тесные контакты с Мансийским языком, то есть, как бы, здесь у нас можно ожидать как раз-таки и происходили контакты, что потом их просто раздвинули ханты. Ну вот, спасибо вам. Мы only have a few minutes and a few questions. Can I just ask very briefly, the last thing that you showed this study by where is it published and was your dissertation, your thesis. So this is about the external languages through your size group? Is it about the group? You have a there? No. 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 Но хорошо, в любом случае, можно сказать, что она сохраняется, видимо, только в этих диалектах фланциского, потому что в других диалектах фланциского, помимо Тарда и Конда, там по-другому кедра называется. Ну, она может быть хантейский. Фонетически другое, но это не понятно. Хантейского она есть, да? Да. Хорошо. Спасибо. Вы тогда считаете, что на той территории, где сейчас проживают Манси, там, по вашему мнению, были Ханты или Сыркупы? Или вы не думали? Я не думаю. В смысле, я не знаю, где точно состоялся контакт, на той территории, где были Манси, или просто Манси были ближе к Сыркупам, а Ханты потом их как бы раздвинули в Сыркупах, и вот сюда. Скорее, Манси были с юга, Ханты были с севера. Ну да. То есть Ханты были с северами, Манси были с северами, да. А какая-то группа Сыркупов, вероятно, действительно пришла с запада, то есть они, видимо, граничивались в Манси, когда еще не было Хантов. Скорее, Манси вы сняли тюрки, на самом деле. В основном, что ты на севере, где южная часть посимилировалась с тюрками. А если ты думаешь, что все-таки эти контакты имеют место в какой-то еще другом регионе? Потому что все-таки понятно, что и современные Манси, и современные Ханты, и, думаю, в частности, также современные Сыркупы живут намного подальше на севере, чем они жили раньше. Ну, возможно. То есть это было южнее, но этого мы уже не узнаем, потому что там тюрки, все. Мне кажется, закатали в Румяне. Вопрос? Нет, небольшое уточнение по поводу Кондинский и как он, да? Да, Кондинский, да. Не Кондинский, а Кондинский. Хорошо. Кондинский, да? Район Кондинский. Хорошо. Все местные города. Да, исключительно. Хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...